Доброго времени суток, мой дорогой зритель! Я очень рад, что ты зашел именно на мой канал, кликнул по этому видео. Я думаю, ты насытишься полезной информацией, узнаешь всего много нового. И, конечно же, не забудешь глянуть ссылочки в описании. Все они весьма информативные, и там присутствует очень много живого общения. Если ты, конечно, сам проявишь инициативу. Ну что ж, приятного просмотра! Сегодня мы поговорим о самых лучших, на мой взгляд, нововведениях в обновлении 8.1.5. Их, конечно, много, но если уж говорить прямо о всех-о-всех, то на этого идет очень много времени. Хочу же сказать о 10 самых таких нововведениях, которые реально достойны уважения, достойны внимания. Начнем же. Самое первое — это профессии. Орудия труда, которые будут в наших новых профессиях. Это, в принципе, весьма бомбезно, и различные уникальные свойства будут нас радовать в них. Если, конечно, мы сделаем эти орудия труда для себя. По особым квестлайнам, в принципе, все легко делается. И в отдельном видосике на своем YouTube-канале, в плейлисте, который посвящен обновлению 8.1.5, все уже было рассмотрено. Ссылку на плейлист я вложу в описание, поэтому обязательно заглянитесь туда. Далее. Пункт номер два. Ярмарка новолуния. Помимо нового аттракциона, который нам обещают там, будут новые питомцы. И, возможно, что-то еще интересное. Пока что сама компания даже таит от нас это в секрете. Третий пункт. Это улучшение достижения двойного агента. Если мы сделаем достижение двойного агента, то есть прокачаем персонажа максимального уровня на Орде, на Альянсе, в текущем получается дополнение, сделаем военные компании, что на Орде, что на Альянсе, мы получим двух маунтов. Это классно. На самом деле, те, кто охотятся за маунтами, по типу меня, весьма неплохо получить в свою коллекцию еще плюс двух маунтов. Но вот только придется персонажа на Орде качать. Не особо хочется этим заниматься. Но что-нибудь можно будет придумать. Далее. Комнаты с порталами. Особые места в главных городах Орде Альянса. Там будут стоять маги, открывающие нам различные порталы. В общем, там очень все красиво, анимации очень много. И выглядит реально классно. Посмотрим, как это будет вообще. Вживую хочется это пощупать на самом деле. Далее. Пятый пункт. Озеро Ледяных Оков. Оно будет возвращено. И оно будет возвращено в эпических полях боя. То есть, помимо того, что нам попадается там Альтеракская долина и Остров Завоеваний, может еще прокнуть Озеро Ледяных Оков. Неплохо. Весьма классно. Далее. Бойцовская гильдия возвращается вновь. Новые боссы, новый сезон, новые награды. Неплохо. Будет чем себя занять. Седьмой пункт. Таймволки Дренора. Путешествия во времени. Весьма актуальный контент для многих игроков. Кто-то ходит ради дропа маунтов, кто-то ходит чисто с целью своего интереса. Ну, вот. Теперь можно будет походить в Дренорские подземелья Путешествия во времени. Там будут два новых маунта, которые будут покупаться по 5000 искаженных временем знаков. То есть, надо накопить какое-то такое хорошее количество, чтобы сразу все это дело закупить. Ох, далее. Наследуемые вещи. Будут аппаться до 120 уровня. Нам не пришлось ждать весьма долгое время. 8.2, 8.2, 5, 8.3. В обновлении 8.1, 5 уже будут введены итемы, позволяющие апнуть наши наследуемые вещицы до 120 уровня. Можно будет намного быстрее прокачать твинков и быстрее подобраться к максимальному левелу. Почему бы и нет? Весьма приятно. Союзный рас. Девятый пункт. Кулки расцы. И зандалары. Две новые союзные расы, за которые можно будет поиграть. Уникальные сочетания расы и класса. Уникальные способности. Уникальные модельки персонажей. Самое главное выполнить условия. Ну и также рейд, который откроется конечно не сразу, но по крайней мере хотя бы в этом обновлении. Рейд будет открыт 17 апреля в формате обычной и героической сложности, а 24 апреля в формате эпохальной сложности и системы поиска рейда. Там всего один квартал, поэтому откроют его сразу вместе с эпохальной. Тянуть не будут. Добыча там будет чуточку увеличенной от битвы за дезар алор. Хоть я и недавно рассматривал весь этот шмот с горнила штормов нового рейда, но по итогу вещи чуточку будут отличаться и будут повыше этим левелом на 5-10 единиц. Вот они самые 10 таких классных вещей, которые заставили меня реально порадоваться тому, что обновление 8.1.5 выходит достаточно скоро, а именно 13 марта. Это весьма хорошее число с середины месяца и можно будет насладиться контентом полностью. Думаю вы тоже насладитесь им. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги. До скорого.